Здарова, друзья! Я уверен, что многие из нас просто обожают военные игры. На моем канале вышло уже достаточно много топов про военные игры, которые собирали хорошие просмотры. Но, я еще не делал топы про военные игры, в которых люди воюют против пришельцев. Думаю, идея очень даже интересная, так что усаживайтесь поудобнее, друзья, и приятного просмотра! Начать, пожалуй, стоит с самой легендарной и популярной игры про войну с пришельцами. Это, конечно же, целая франшиза Mass Effect. Действия игры разворачиваются в далеком будущем, в котором человечество развилось так сильно, что давно уже покорило космос, нашло другие цивилизации, с кем-то уже даже успело повоевать, с кем-то заключить союз, составить альянс. Ну и, в общем, на момент начала игры сотни разных видов с разных планет живут в относительном мире и спокойствии в галактике. Для всех этих видов с разных планет домом является галактика Млечный Путь. Но однажды капитан Шепарда на одной из планет находит неизвестный древний артефакт, изучая который, он узнает, что совсем скоро начнется вторжение Жнецов. Жнецы — это самая древняя цивилизация, которая путешествует по просторам космоса и уничтожает целые галактики, истребляя жизнь на абсолютно всех планетах. Короче говоря, совсем скоро всему придет конец. И Шепард начинает готовиться к вторжению. Собирает силы, заключает союзы, оповещает другие расы, попутно само собой решая политические конфликты и личные проблемы. И вот в третьей части этого приключения случается неизбежное полноценное вторжение Жнецов. Несмотря на колоссальные силы всей галактики, несмотря на невероятную мощь современного оружия, несмотря на многомиллиардную численность всех рас и видов во всей абсолютно галактике, Млечный Путь проигрывает. На протяжении всей игры Жнецы в пух и прах истребляют одну планету за другой. За считанные минуты они уничтожают флот Альянса, атакуют Землю, превращают в руины целые города и истребляют все живое, что попадается им на пути. Жнецы в этой игре стали военной угрозой не только для человечества, но и для всей галактики. Вам сложно будет найти более масштабную и эпическую игру про войну с пришельцами, чем трилогия Mass Effect. Эта игра, она ну просто невероятно эпическая. Кстати, в декабре прошлого 2020 года была анонсирована новая часть, которая является продолжением оригинальной трилогии. Проще говоря, нам буквально сообщили, что Жнецы все-таки не победили. Пока что об игре известно на самом деле очень мало. Все, что мы знаем, это то, что из оригинальной команды Шепарда выжила пока что только Лиара. Все? Так что, возможно, история со Жнецами еще полноценно не завершена. И скоро мы узнаем, как именно продолжится история самого масштабного межгалактического вторжения и конфликта. Saints Row 4. Когда-то давно эта серия игр была очень сильно похожа на GTA. Она была максимально аркадной, но в меру безумной. Все изменилось и с выходом третьей части, которая стала прям слишком безумной, что кстати плюс. Ибо классическая аркадность была сохранена, и игра по-своему стала уникальной. Но вот четвертая часть уже точно изменила все. Ибо по сюжету на планету напали пришельцы. Они быстро взяли под контроль себе множество городов и планет. Но город главного героя не сдался. Чтобы противостоять пришельцам, в четвертой части герой получил разные суперспособности. Это и суперсила, суперскорость, умение летать, пуленепробиваемость, небольшая неуязвимость и множество других сил. Которые сделали его буквально неубиваемым суперсолдатом. И вот с таким вот нереальным арсеналом суперсил, вы будете в игре сражаться против пришельцев. В игре вы само собой будете уничтожать их как по сюжету, так и в дополнительных миссиях. Делать вы это будете максимально разнообразными способами. Ибо помимо суперспособностей, в вашем арсенале также имеется огромное количество огнестрельного оружия. Плюс остались автомобили и бронированный транспорт, а танки, вертолеты и так далее. Но опять же, поскольку у вас появились нереальные суперспособности, всем этим пользоваться уже почти что нет никакого смысла. Именно поэтому я считаю, что именно в Saints Row 4, эта уникальность игры, она немного растерялась. Но все же игра многим понравилась. Плюс в игру можно играть вместе с другом, так что повеселиться можно от души. Останавливайте вторжение пришельцев и спасайте землю. Sirius Sam. Это, пожалуй, самая безумная и мясистая игра про атаку пришельцев. Думаю, все вы и так знаете, что изюминкой этой франшизы всегда был отстрел максимально разных и очень криповых монстров. У них никогда не было какого-то одного ярко выраженного стиля, как у одной расы пришельцев. Вас атаковали роботы-шагоходы, быки, кульцы-переростки, камикадзе, гарпии, кентавры, минотавры, летающие тарелки и сотни-сотни других видов монстров. Вот без преувеличения сотни других видов мутантов. Складывалось такое впечатление, что это не пришельцы, а какие-то мутанты, которых искусственно создавали. Но нет, это действительно пришельцы. Последняя на данный момент игра в серии, четвертая часть, и вовсе сюжетно хорошо раскрыла тему вторжения. Там детально рассказали, в каком году напали пришельцы, как сложно было с ними сражаться, где их было больше всего. И в конце игры даже состоялась масштабная битва за землю. Короче говоря, эта игра, она очень и очень эпическая. Играя за простого мужика, серьезного Сэма, вы собственноручно истребите сотни тысяч пришельцев и спасете землю. XCOM плюс The Bureau XCOM Это целая франшиза про войну с пришельцами, в которой есть как и тактические стратегии, так и шутеры. Но больше, конечно, стратегий, так как XCOM это в первую очередь была и есть пошаговая стратегическая игра. По сюжету которой, в 80-х годах на землю нападают пришельцы. Быстрой победы они, само собой, не получают, ибо человечество начало давать отпор. Война затянулась, основную роль в войне играет супертехнологическое агентство по борьбе с пришельцами. Это агентство еще задолго до вторжения начало изучать технологии, с помощью которых вооружило себя самым мощным оружием и оборудованием. Бюро взяло на себя основную роль в войне с пришельцами и начало отправлять в разные районы своих бойцов, чтобы те противостояли внеземной угрозе. Собственно, в этом и заключается суть игры. Вы создаете свой собственный отряд, вооружаете его, экипируете, прокачиваете навыки и отправляете воевать в разные указанные зоны. По такому принципу работают как основные стратегии, так и игра-шутер, которая во франшизе пока что одна. Так что вы можете выбрать для себя подходящую игру и защитить планету от инопланетного вторжения. Давайте ради небольшого разнообразия я расскажу вам об игре, в которой пришельцы вторгаются на землю и начинают истреблять землян, но в которой вы играете не за землян, а собственно за пришельцев, вернее за одного. Игра называется Destroy All Humans. Ее оригинальные части вышли в середине нулевых и стали относительно популярными. Ключевое слово относительно, но несмотря на эту самую относительность, в 2020 году к первой игре вышел полноценный ремейк, над которым действительно хорошо поработали. Обновили шикарно графику, улучшили геймплей и все это привело к тому, что на релизе игра получила очень даже хорошие оценки, отзывы и продажи. Плюс она была отлично оптимизирована, так что если вас вдруг заинтересовала такая вот необычная игра, то обязательно ее оцените. Кстати, совсем недавно был анонсирован и ремейк второй части, так что у этой игры еще и будет продолжение. Prey. Это очень необычная игра, в которой вторжение пришельцев не выглядит как масштабная атака с тотальным разрушением. Нет, в этой игре пришельцами являются паразиты, которые изначально появились только на одной космической станции и полностью ее захватили. Это само собой раскрылось не сразу. Все детали сюжета этой игры вы узнавали, продвигаясь по сюжету и только лишь в самом конце вы узнали, что угроза вторжения этих пришельцев действительно реальна. И что на этой станции они могут не остановиться и продолжат распространяться по миру, если конечно выйдут за пределы станции. И возможно мы бы смогли увидеть продолжение этой игры и на земле, если бы не слабые продажи на релизе. Но кстати стоит отметить, что несмотря на слабые продажи, оценки у игры были запредельно высокими. Так что может быть, однажды мы увидим либо продолжение, либо переосмысление этой истории о пришельцах. Dead Space. Это один из самых популярных хорроров во всех времен и народов, который кстати совсем скоро получит полноценный ремейк. Эта игра кстати тоже рассказывает историю не о полноценном вторжении, ну почти. В первой части главный герой оказывается на корабле, на котором впервые появляются ужасные инопланетные монстры и начинают убивать всех вокруг. Герой успешно с ними справляется и уничтожает корабль. Но уже во второй части монстры снова наносят удар и уничтожают все небольшое поселение, а также целую космическую станцию. Герой справляется с ними и во второй раз, а вот уже в третьей части масштабы распространения этой нечисти выходят на новый уровень. Они заполняют целый город. Герой быстро бежит оттуда и отправляется на целую отдаленную планету, на которой эти пришельцы уже перебили всех обитателей. Короче говоря, игра очень зрелищная, мясистая и интересная. Рекомендую вам в нее поиграть. Особенно рекомендую дождаться полноценного ремейка, который должен выйти уже совсем скоро. Duke Nukem Forever Еще одна игра про очень-очень сурового парня, который в одиночку противостоит инопланетному вторжению. По сути говоря об этой игре, я могу повторить все те же слова, которые говорил про Сириус Сэма. Эти игры очень похожи как геймплейно, так и концептуально. В обеих играх вы с крутыми пушками наперевес мочите толпы пришельцев. Вот только в Duke Nukem пришельцы все-таки помощнее будут, чем в Сэме. Duke Nukem мне кажется более сюжетно осмысленной игрой и полноценным линейным шутером. В то время как у Сэма порой встречаются весьма просторные карты, суть масштабности которых это сдерживать сотни тысячи пришельцев. У Duke Nukem кстати куда интереснее поставлены битвы с некоторыми боссами. Да и вообще вот искать какая именно игра лучше, как по мне глупо. Они обе хороши и обе заслуживают вашего внимания. StarCraft. Но тут я пожалуй углубляться в лор не буду. Признаюсь честно, что сам я в эту франшизу не играл. Но знаю, что это одна из самых масштабных стратегий про межпланетные войны. В этой игре вам доступно множество рас, множество особенностей, карт и конечно же ну просто масштабные стратегические баталии. Как в сюжетном режиме, так и в мультиплеере. Так что если вдруг заинтересованы, обязательно оцените. Ну и напоследок разрешите представить вам моего любимчика. Crysis. Я проходил все части этой игры далеко не один раз. Как сейчас помню, как в свое время полюбил первую часть. Когда она только вышла, интернета у меня не было. Я ничего о ней не знал, не смотрел трейлеры и не видел геймплея. Игру я тогда получил на пиратском диске. Начал играть и поначалу думал, что это просто игра про войну с корейцами. Но блин, чем дальше я проходил, тем сильнее я офигевал. Все больше и больше появлялось намеков на то, что на острове находятся пришельцы. И вот черт возьми, ближе к середине игры они проснулись. На нашу планету они прибыли давно и все это время ждали, затаившись глубоко в недрах горы. Первый контакт, локальный контакт на острове произошел в первой части серии. А уже во второй игре пришельцы уничтожили целый город Нью-Йорк. Вторую часть я до сих пор считаю лучшей и самой эпической игрой в серии. Да и в третьей части, кстати, бои с пришельцами тоже были великолепными. Так что в такую культовую классику, как Крайзис, я вам тоже рекомендую поиграть. Ну а на этом все, друзья. Ставьте этому видосику лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы не пропускать выхода моих новых видео. Всем удачи, друзья, и всем пока!